В эти минуты в акватории Черного моря, в пяти километрах от Сочи, в секторе, где предположительно рухнул самолет, продолжается операция МЧС. Группировка сил в зоне катастрофы увеличена до трех с половиной тысяч человек. Основные силы спасателей брошены на поиски погибших. К этой минуте найдено 11 тел. Кроме того, необходимо как можно скорее найти черные ящики. Но работу водолазом осложняет отсутствие радиомаяков на бортовых самописцах. Они были старой версией. Подробнее о том, что сейчас происходит в зоне поисков, узнаем у нашего корреспондента Юлии Чумаковой. Юлия, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, Максим. Вот буквально только что стало известно, что в Черном море обнаружили некий объект. Туда уже отправилась группа водолазов. Что это, пока непонятно. И как только будет несена какая-то ясность, мы об этом обязательно сообщим. Пока же рассказываем о том, что поисковые работы продолжаются. Оценив данные объективного контроля с радиолокационных устройств, специалисты пришли к выводу, что самолет упал в воду в 6 километрах от берега. Отсюда это видно. Сейчас я попрошу оператора показать это место. Правда, солнце сейчас дает не очень хорошую возможность увидеть корабли. Но тем не менее, поисково-спасательная операция не прекращалась этой ночью. В темное время суток акваторию освещали специальные прожекторы. Сейчас на месте крушения работают уже 45 кораблей, в том числе противодиверсионные катера и корабли с гидролокационным оборудованием. Морское дно обследует более 130 водолазов и несколько глубоководных аппаратов. Кроме того, в небе над местом катастрофы работают десятки летательных аппаратов. А военнослужащие прочесывают береговую линию в поисках тел погибших, обломков самолета и личных вещей пассажиров. Но пока тщетно. Всего в операции участвуют около 3,5 тысяч человек. Условия работы в месте крушения самолета непростые. Глубина достигает 100 метров. В контроле с релационных средств определена траектория полета Ту-154. Это позволило более точно определить район падения самолета. Поисково-спасательная операция в районе предполагаемого падения осложняется широким диапазоном глубин и особенностей рельефа дна. Именно из-за сильного течения, говорят специалисты, обломки самолета разбросаны на довольно большом расстоянии. Радиус 240 квадратных километров. Министр транспорта России Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию катастрофы, рассказал, что из-за сильного течения часть фрагментов Ту-154 тела погибших может отнести в сторону Абхазии. Поэтому к спасательным работам подключились и абхазские коллеги. Ни фюзеляж самолета, ни бортовые самописцы пока не найдены. Это опять же объясняется сильным течением и непростым рельефом дна. Сейчас фрагменты самолета ищут с помощью радиолокационного оборудования. В обязательном порядке при обнаружении останков самолета на дне моря будут подняты накопители информации. Мы знаем, где они находятся. Они находятся в киле. Я не уверен, что именно киль меньше всего пострадал, потому что касание было с нижней частью и фюзеляжем. Основная нагрузка привлась на фюзеляж. За время поисковой операции спасатели подняли тела 11 погибших. 10 из них спецборд уже доставил в Москву. И там сейчас начинается генетическая экспертиза. Напомню, в разбившемся самолете летели 84 пассажира и 8 членов экипажа. Шансов выжить ни у кого из них не было. Сегодня в Краснодарском крае во всех храмах проходят панихиды в память о тех, кто уже не вернется. Входом поисковой операции на Черноморском побережье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова